Татьяна, скажите, пожалуйста, стилистика, которую выбирают журналисты. Вас режет слух, что какие-то стереотипные фразы, например, «больной аутизмом человек», очень часто встречающаяся в нашей российской прессе формулировка, она не политкорректна, она неверна, она обидна. Что в этом не то? Какие журналистам используют слова, чтобы не фальшивить? Выбрать ту ноту? Чуть-чуть издалека. Мой сын, когда рос, ему сейчас 27 лет, он все время смотрел один и тот же мультик про капитана Врунгеля. И он сводил меня с ума, я хотел выключить телевизор, вы бежите из комнаты, потому что было сто раз просто на дню, и там была песня, как вы яхту назовете, так она и плывет. Наша стилистика определяет, наш язык определяет нашу реальность. Мы сейчас говорим, вот есть такая проблема, проблема, они болеют, они страдают. Нормальная человеческая психологическая защита заставляет нас отвернуться. Ну вот проблема, боже упаси, у меня своих полно. И то, как мы говорим о людях с особенностью определяет, то, как мы к ним относимся. Ну ладно, не болеют, да, аутизм это не болезнь, это вопрос такой профессиональный, потому что если болеют, значит надо лечить, пока не вылечит. Есть еще ужасные слова, ребенок страдающий, я не знаю, там аутизм, церебральным параличом, чем-то еще он страдает. Наверное, это не вопрос обвинения кого-либо, есть просто некоторые общественные кампании, которые должны проходить, потому что мы меняем наше общество. Люди, которые говорят аутисты или дауны, не дай бог, они ничего плохого не хотят, они просто не знают как. Есть направление, и людей во всем мире так учат, как говорить. И есть такое, в общем, понимание сначала человек, да, people first. Человек с аутизмом, человек с нарушенным зрением, человек с чем-то еще. И мы даже говорим не о проблеме, да, мы говорим, может быть, это называть историей, может быть, это называть вопросом, но если мы будем в нашем языке стараться не выпячивать вот эту какую-то нездоровую часть, которой на самом деле нету, мы будем менять нашу реальность. Понятно, что это потребует большого количества времени, но меня, конечно, иногда режет, когда кто-то болеет чем-то. Понятно, что люди с аутизмом тоже могут заболеть, там, не знаю, насморком, да, так же, как и мы все. Просто хотел два слова добавить к тому, что они говорят. Просто с какими-то примерами, да, вот если бы, допустим, ко мне обращались бы только по профессии, там, вот этот невролог сейчас нам скажет, мне было бы тяжеловато. А еще хуже, если бы говорили, вот этот очкарик сейчас скажет, да. То есть это то же самое, когда мы говорим аутист, но это получается, что мы вот выделяем какую-то одну деталь этого человека, ну, вот там пошла длинноногая, ну, она еще человек, да, или, а не дай бог, наоборот, да, ну, в общем, это, то есть хочется здесь вот в язык-то принести какие-то такие вещи, которые бы выделяли человека из второстепенных деталей. Вот и все, то есть и там никакого волшебства нет.